Сегодня в 12-м часу утра в Уфе, а это значит в рубрике у наших юго-западных соседей по карте, на перекрестке Цурюпы-Достоевского, который когда-то давно назывался Телеграфная Тюремная, столкнулись два автобуса и старинный двухэтажный кирпичный особняк, известный как Дом Якушевых, памятник архитектуры, между прочим, а глава семейства Иван Якушев, если кому вдруг интересно, был местным мещанином и бухгалтером в обществе взаимного кредита. Особняк был возведен в 1905 году, ну а сейчас в нем обитает Республиканский Центр Борьбы со СПИДом. Это было, пожалуй, самое интересное в этой истории, ибо не каждый день в ДТП попадают архитектурные памятники. А еще одной фишечкой этого замеса стал акробатический номер, исполненный одним из пассажиров, который при боковом ударе пробил телом заднее правое стекло, но не упал на хладный асфальт, а успел ногами зацепиться за сиденье, какое-то время повисел вниз головой, после чего другие пассажиры втянули его обратно в недр автобуса. Да, по физкультуре пять, и такое тоже ведь далеко не каждый день увидишь. Что касается фабулы замеса, то она пренаибанальна. Казенный автобус нефаз катился по Цурюпы на зеленый, частный автобус Лотос поворачивал с Достоевского налево. То ли уже на красный, то ли на сильно мигающий и машущий руками желтый. В итоге нефаз ударил Лотоса в правый бок, изменил его траекторию, и Лотос вонзился мордой в старинный особняк Якушевых, пообломав кирпичную кладку, которую после экспертизы обязательно будут восстанавливать. А давайте-ка послушаем невиновного пилота нефаза. Как авария произошла? Я ехал по Цурюпу на зеленый свет светофора, смотрю, с Достоевского летит этот автобус. Я по тормозам и смотрю, не успеваю, останавливаюсь, он летит быстро. Взял правее, чтобы сократить удар, как бы, ну, смещить. Ну, нарушал, получается, да? Он под красным пошел, чисто под красным. А пострадавших много было? У него двое, у меня не было. А люди в том автобусе, наверное, больше пострадали? Да, он в стенку ударился. Понятно, спасибо. Что касается пострадавших, то они, конечно же, есть. По данным Башкирского Минздрава, таковых шестеро. Четверых увезли в больницы, двое будут зализывать раны амбулаторно.